На встрече с председателями садоводческих некоммерческих товарищей, которая недавно проходила в Дмитрове, мы познакомились с жителями деревень Бородино и Кунисниково, которые рассказали нам, что прямо по их участкам уже скоро может пройти автомобильная дорога, северо-восточный обход Дмитрово, и тогда их дома могут снести. И дорога здесь будет проходить? Здесь прямо дорога вот здесь будет проходить. Может вот чуть-чуть вот расшириться 46 метров дорога, мы попадаем в эту зону. Вам говорят, что будут сносить дом? Ну, нам пока еще ничего не говорят, потому что... Но вообще вот рядом человек, ему пришел ответ, что он попадает, будет по его участку дорога проходить. Это вот рядом со мной выше. Поэтому мы считаем, ну да, по всем параметрам, как нам объявили, вот показывали планы, под снос получается. Количество детей и многодетных семей, получивших здесь землю по федеральной программе и построивших дома для постоянного проживания, исчисляется не одной сотней. Как говорят нам жители, планы строительства большой дороги здесь областные власти начали вынашивать чуть ли не 10 лет назад, когда границы населенных пунктов были значительно меньше. За это время деревни разрослись, так как людям щедро раздавали разрешение на покупку участков земли под индивидуальное жилищное строительство. Дорога будет проходить по плану. Вот идет дорога, вот бетонные плиты, на которой мы стоим. И она будет идти по полю, снося вот этот дом, зеленый, и уходить вправо туда, в сторону Яровы. Получается, в зоне отчуждения вот эти дома, которые у нас построены. Вот наш дом, снос белый, ну по факту да, либо зона отчуждения, либо, ну фактически мы будем возле дороги находиться, либо обременение. Мы построили свой дом на участке, который был нам выделен по федеральной программе многодетным семьям. Никто нас не предупреждал, хотя было известно, насколько я понимаю, проект дороги первый появился еще в нулевых годах. И уже было известно, что вот эта зона планируется к строительству дороги. Проект старый? Да, проект старый. И более того, вот все эти постройки, которые мы видим вот сейчас вдоль, они были построены уже после того, как этот проект уже существовал. Ну а сколько домов входит в зону отчуждения или пошло? Ну, насколько мне известно, да, около 80 домов. Получили здесь земельные участки ветераны боевых действий, многодетные семьи. Люди не только построили дома, но и за счет собственных средств провели свет, газифицировали поселки, обустроили дороги, вырастили сады. Когда глав архитектура и НИИПИ градостроительства Московской области начали разрабатывать проект новой дороги, жители предложили альтернативный ей вариант в обход жилых поселков. Но предложение людей было проигнорировано. Значит, с желтым это под снос? С желтым это под снос, да. Это вот часть Кунисникова, дома, а это вся улица Новобородинская. Улица Новобородинская. А второй листочек? Так, а это у нас? Это 10-й год, это то, что мы предлагали, наша архитектура предлагала дорогу провести за деревней Кузнецово. Тут поля, тут никого сносить не надо. Но даже если она у кого-то в частных руках, то можно выкупить эту землю. То есть еще в 10-м году предлагали до проекта? Это 10-й год, да, это 10-й год. Вот альтернативный вариант дороги за Кузнецово, 10-й год. Строительство новой дороги пока не началось. Их жители Бородинок, Унисниково, Внуково, Ярово, Ближнего и Кузнецово, через чьи дома должна пройти новая коммуникация, срочно оббивают пороги кабинетов самых высокопоставленных чиновников, чтобы остановить реализацию этого проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова